Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва! Говорит и показывает Москва! Микрофоны и камеры советского телевидения и радио в Кремлёвском дворце съездов. Через несколько минут здесь откроется 17-й съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. В зале Кремлёвского дворца съездов посланцы комсомола нашей страны, представители всех республик. В рядах Ленинского комсомола 34 миллиона юношей и девушек. В этом году комсомол торжественно отмечает полувековой юбилей присвоения Коммунистическому Союзу Молодёжи имени Великого Ленина. За эти годы миллионы советских людей прошли славную школу комсомола. С гордостью называют себя комсомольцами «Герои Перекопа» и «Турксиба», «Магнитки» и «Комсомольска» на Амуре, «Севастополе» и «Сталинграда», «Герои Целины». В зале почётные гости съезда. Люди, чей ратный и трудовой подвиг составил славу комсомола, славу нашей Родины. Рядом с ветеранами комсомола те, кто сегодня достойно продолжает дело отцов. Среди делегатов съезда «Герои Советского Союза» и «Социалистического труда» юноши и девушки, награждённые орденами Советского Союза. «Сталинград! Слава! 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 В зале Кремлёвского дворца съездов посланцы комсомольских стройков. У многих делегатов значок победителя всесоюзного социалистического соревнования. В делегациях рядом с молодыми рабочими и колхозниками их сверстники – бойцы студенческих строительных отрядов. Делегатами съезда избраны молодые учёные, учителя, врачи, артисты, писатели, художники. В парадной форме воины Советской армии и военно-морского флота это отличники боевой и политической подготовки. «Слава! Слава! 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 Слава!» Торжественный зал Кремлёвского дворца съездов сегодня наряден. Красота молодости, улыбки, яркие краски весенних цветов – всё это создаёт праздничную атмосферу. «Слава! Слава! 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 Советов Союзных и Автономных Республик, Верховного Совета СССР. Делегаты и гости съезда, стоя приветствуют появление в президиуме руководителей Коммунистической партии и Советского государства. Съезд откроет первый секретарь Центрального комитета комсомола Евгений Тижельников. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи делегаты, на 17-й съезд комсомола избрано 4729 делегатов. Отсутствует по уважительным причинам 12 делегатов. По поручению Центрального комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 17-й съезд в ЛКСМ объявляю открытым. КОНЕЦ На нашем съезде присутствуют руководители Коммунистической партии и Советского правительства. Все они единодушно избраны делегатами 17-го съезда. Разрешите, дорогие товарищи, от вашего имени, от имени всех комсомольцев и молодежи нашей Родины, горячо и сердечно приветствовать Генерального секторя Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, товарища Леонида Ильича Брежнева, членов Политбюро. КОНЕЦ Мы горячо и сердечно приветствуем членов Политбюро Центрального комитета, кандидатов, члены Политбюро, секретарей Центрального комитета нашей Ленинской партии. КОНЕЦ 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 Коммунистического союза молодёжи, памятных знамён ЦК РКПБ и ЦК КПСС, прошу встать. Знамёна внести! Зал стоя встречает знамёна. Шесть орденских лент венчает красное знамя в ЛКСР. Его несёт Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, подполковник Пётр Климук. Знамя Комсомола сопровождают Герой социалистического труда, лауреат премии Ленинского Комсомола, депутат Верховного Совета страны, предильщица из Иваново Анастасия Еропеева, земледелец из Узбекистана, Герой социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина, лауреат премии Ленинского Комсомола Абду Сатар-Курбанов. Памятное знамя ЦК РКП большевиков в руках украинского полевода, Героя социалистического труда, кавалера двух орденов Ленина Николая Прихно. Почётное знамя ЦК РКПСС вносит член бюро Центрального комитета Комсомола ленинградской рабочей Владимир Целуев. Прошу садиться. Товарищи делегаты, разрешите перейти к формированию руководящих органов съезда, к выборам президиума съезда, секретариата, редакционной и мандатной комиссии. На заседании Совета представителей, делегаций комсомольских организаций, республик, краёв и областей были выработаны предложения по составу руководящих органов съезда. Эти предложения получили все делегаты съезда. Надо ли их зачитывать? Никто не настаивает? Тогда позвольте перейти к избранию президиума съезда. Имеется ли у делегатов съезда замечание по количественному и персональному составу президиума съезда? Как будем голосовать? Персонально или в целом? Никто не настаивает на персональном голосовании? Кто за то, чтобы избрать в состав президиума предложенных товарищей, прошу поднять временное удостоверение? Прошу опустить. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Президиум 17-го съезда комсомола избирается единогласно. Избранных товарищей, прошу занять места за столом президиума. Товарищи делегаты, поступили многочисленные предложения об избрании почетного президиума 17-го съезда комсомола. Слово для предложения предоставляется члену бюро ЦК, рабочему «Уралмаршзавода» Павлу Машаракину. Товарищи делегаты, вношу предложение избрать почетный президиум 17-го съезда в ЛКСМ в составе Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Разрешите, дорогие товарищи, ваши горячие аплодисменты считать за единодушное избрание почетного президиума 17-го съезда Комсомола. Переходим к избранию секретариата съезда. Совет представителей делегации вносит на ваше рассмотрение предложение избрать секретариат в составе 33 товарищей. Будут ли замечания по количественному составу? Нет. Есть ли замечания по персональному составу? Будем голосовать персонально или списком? Кто за то, чтобы избрать секретариат в предложенном составе? Прошу поднять временное удостоверение. Прошу опустить. Кто против? Нет. Воздержался. Воздержавшихся также нет. Секретариат съезда избирается единогласно. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи делегаты, нам необходимо утвердить порядок дня и регламент работы 17-го съезда. У вас имеется предложение о порядке и регламенте работы съезда. Надо ли их зачитывать? Нет. Тогда разрешите поставить на голосование. Кто за то, чтобы утвердить предложенный порядок дня и регламент работы 17-го съезда Комсомола, прошу поднять временное удостоверение. Прошу опустить. Кто против? Против нет. Воздержался. Воздержавшихся также нет. Таким образом утверждается и порядок, и регламент работы съезда, предложенный совещанием представителей. Товарищи, мы закончили формирование руководящих органов 17-го съезда Комсомола, утвердили порядок дня и регламент его работы. АПЛОДИСМЕНТЫ